Бобирусы Из всего семейства свиней, бобирусы, пожалуй, самые необычные. До 2002 года все виды бобирус рассматривались как единый вид, но затем ученые разделили один вид на три. Виды бобирус отличаются размерами, густотой и окрасом щетины, размером клыков, а иногда повадками и пищевыми пристрастиями. Бобирусы встречаются только на индонезийском острове Сулавеси и некоторых близлежащих островах. Слово бобируса – малайское. Оно означает «свинья-олень». В оригинале же это слово пишется раздельно и с одной буквой «с». Бобирусы совсем не похожи на привычных нам свиней. У них маленькая голова, коротенькие уши, небольшой пятачок, выгнутая дугой спина и длинные стройные ноги. Но самый запоминающийся атрибут – это две пары больших клыков у самцов. Эти клыки загнуты назад. Ученым до сих пор непонятно, зачем нужны клыки. Размер этих свиней довольно внушительный. Длина тела может достигать до 1 метра, а высота в холке – до 80 сантиметров. И что интересно, их шкура очень непрочная, а в сравнении с шкурой кабана – очень тонкая. Даже охотничьи собаки-туземцев легко прокусывают ее. Образ жизни Бобирус изучен очень плохо. Живут они поодиночке или же небольшими семьями. Так как Бобирусы относятся к свиньям, то их голос очень похож на голос других свиней. Они также похрюкивают, повизгивают и ухают. В жаркое время дня с удовольствием погружаются в воду. Можно также отметить, что они хорошо плавают и без труда могут переплывать широкие реки и небольшие морские заливы. Питание Бобирус – это в основном разнообразная растительная пища. Лишь иногда они во время отлива выходят на берег моря и подбирают оставшуюся на рифах и песке морскую живность. Пищеварительная система Бобирус подобна системе жвачных животных. То есть у них сложный желудок, в котором живут симбиотические бактерии, способные перерабатывать клетчатку. Чтобы добывать себе пищу, Бобирусы не роются в земле. Они употребляют только подножный корм. Активно поедают также листву деревьев. Причем они предпочитают листья лишь нескольких конкретных видов. Так как у Бобирус всего две молочные железы, то самка рождает не более двух поросят. И что интересно, всегда одного и того же пола. Мать ревностно охраняет свое потомство. Она может даже броситься на подходящего к ним человека. Молоком кормят около одного месяца. После чего поросята начинают сами искать корм. Бобирусы очень хорошо приручаются. Если их кормить растительной пищей, а не обычной свиной, то они будут отлично себя чувствовать и в неволе. Их иммунитет, в отличие от обычных свиней, имеет преимущество. Ведь они не подвержены заболеваниям, которые опасны для домашних свиней, и гораздо лучше переносят жару и повышенную влажность. Бобирус нередко содержат в деревнях, но из-за низкого приплода их не так часто разводят. В неволе они живут до 24 лет, в природе же доживают до 12 лет. А вы когда-нибудь слышали об этих необычных свиньях? Субтитры создавал DimaTorzok